Приветствую вас, друзья! Меня зовут Алла Кичиджан. Я не математик и спроса с меня никакого. Я всего лишь показываю, как до меня дошло, как выводится уравнение окружности. Если кому интересно, посмотрите. Если кто считает, что он сам всё знает, не надо. У нас математика для взрослых, и я взрослый гуманитарий, безумный, абсолютно, начала осваивать математику лет 46. Значит, смотрите, у нас есть центр окружности и радиус окружности. Ну, вот давайте теперь окружность я нарисую. И это же расстояние между двумя точками на координатной плоскости. Вот я нарисую вот так окружность. Она не висит в воздухе, она на координатной плоскости. И сразу что мне нужно сделать, это нарисовать проекции, чтобы соединить, чтобы понимать, в общем-то, где я, да, координаты свои. И нарисовать проекции, опустить проекцию на ось Х, на ось У. И заодно сделать здесь прямоугольный треугольник. Вот так. И вот так. На самом деле, я нарисовала два квадрата. Это очень важно, что это два квадрата. Теперь давайте называнием, любимым делом математическим займемся. У нас здесь, естественно, ось Х. И назовем вот этот отрезок. Можем назвать как угодно его, честное слово. Ну, просто принято в математике. Вот Х1. Значит, вот этот отрезок, вот этот радиус назовем А. И вот этот назовем Б. Это у нас будет квадрат со стороны А, Б. А вот здесь будет У1 по логике вещей. Естественно, здесь тогда центральная точка будет с координатами. Назовем ее О, А и Б. Повторяю, называть можно любыми буквами. Не верьте, что только Х, У, И, там, всякими латинскими буквами. Как угодно. Хоть Аланеля назовите. Вот. И вот нам что надо, что мы ищем? Вот это вот радиус. Вот этот расстояние. От этой точки А, Б, до вот этой точки. Назовем ее М. Просто условно. Х1, У1. Так, теперь нам все понятно, кроме того, что мы не знаем вот эти стороны. Вот эти стороны нужно вот здесь обозначить. У нас есть полная, у нас есть А, часть, да, вот этого квадрата. Тогда вот эта часть квадрата будет Х1 минус А. А здесь будет У1 минус Б. Вы понимаете, откуда это взялось? Это вот проекция вот этих сторон. Вот этой и вот этой. Вот проекция сюда, У1 минус Б. Вот проекция сюда, Х1 минус А. И теперь нам все известно. То есть вот эта сторона называется Х1 минус А. Вот эта сторона называется У1 минус Б. И у нас ничего не остается. У нас здесь все. Теорема Пифагора готова. Ну, я лишнее нарисовала. Ну, неважно. Все равно вы видите, что это вообще тот же квадрат. Вот это А квадрат, Б квадрат, АБ, БА. И вот там все дальше. Все то же самое. Все одинаково в математике. Все теорема Пифагора почти везде. И, между прочим, из этой же формулы расстояние между двумя точками и в многомерном пространстве расстояние определяется между многими-многими точками. У нас там отдельная тема есть. Можете посмотреть. Я недавно ее вытаскивала. Р в квадрате равно... Записываем. Что у нас тут равно? Вот катеты. Вот это гипотенуза. Это то же самое, что С в квадрате было бы по теореме Пифагора. А теперь А в квадрате плюс Б в квадрате. У нас А в квадрате выражено через Х1 минус А в квадрате. И надо прибавить Б в квадрате. Б в квадрате у нас выражено как У1 минус Б в квадрате. Минус Б. Ну, все в квадрате. Да, в скобках. Вот у нас получилось уравнение окружности.